Человек! Здравствуй! Всем привет! Это проект ОК Гуревск и мы вновь приехали в Зеленоградск. Не просто так, потому что это специальный выпуск. Когда-то давно мы пообещали, что будем не просто снимать города, но еще и освещать мероприятия, которые проходят в нашей области. И сегодня есть такое мероприятие. 8 сентября проходит Парадоксов день. Нас пригласили, мы сюда приехали. Почему бы нет, я сам не знаю, что там будет. Давайте прямо сейчас пойдем и разберемся. Мы начнем наш этот замечательный выпуск собственно с человека, который нас сюда пригласил. Как правильно, директор, бог, президент, руководитель гостинично-развлекательного центра. Парадокс. Что, собственно, сегодня нас ждет? Что это такое за мероприятие? Сегодня уникальный день. Третий по счету день рождения гостинично-развлекательного центра Парадокс. Он называется Парадоксов день. Сегодня будет мотовыставка. Три музея. Музей Домик Ангелов, Мурариум и музей Череповских летов, сокращенный МЧС. Генералы приходят, удивляются, думают, что это музей, собственно говоря, Министерства чрезвычайных ситуаций, а это музей Череповских летов. Вот мне вот интересуется, вот именно конкретно по Мурариуму, это музей кошек, правильно я понимаю? Да. Есть собственник коллекции, который очень долгое время собирал эту коллекцию. Собственник это не одинокая дама, которая за 30? Абсолютно нет. У нее есть дети, поэтому да. Вы из Америки приехали к нам? Ну, на самом деле... Просто круче выглядит, да? Со звездочками. Ну, на самом деле, а как ты думаешь? Или звездочки, это количество человек, которых вы сбили на своем мотоцикле. Смешно. Спасибо. Мы продолжаем общаться с участниками мото-выставки. У вас, наверное, самый классный байк. Все. Спасибо большое, удачи вам сегодня выиграть. Спасибо, спасибо. Если честно, вот мужики-байкеры уже неудивительно. Ну, вот то, что дама... Ну, у меня папа-байкер. А, то есть вам не пришлось выбирать? Да. Папа-стиль, байкерский орел. Тут как бы не все значки, как бы. Приезжаем на какое-то открытие, и всегда вот есть, допустим... Вы не приезжаете, вы прилетаете, вы же орел. Да. Когда мы как орлы прилетаем на открытие, и у каждого, допустим... Чтобы стать байкером, что нужно сделать? Матом нельзя, да. Ну, в общем... Не-не, можно, мы запикаем потом. Да, если байкер разгребает, то, конечно, с него байкер никакой не получится. Судя по всему, вы знаете, что здесь происходит? Заходит гость, он оставляет свой голос. Какой понравился экспонат, мотоцикл. У вас есть свой личный байк? Есть. Вот там, номер 9. Ваш байк? И дело в том, что вот что-то... Нет, это вот я просто знаю Александра. Давайте вот вы нам все объяснили, мы вам тоже поможем. Приезжаем все и голосуем за байк номер 9. Спасибо большое. Привет. Можно с тобой немножко, пару слов? Нет, не надо. Нет, не надо. Не, не, пару слов буквально. Не надо. Не надо. Ну, во-первых, у вас в руке что-то очень прикольное. Это железка, отмахиваться. Отмахиваться от кого? От людей, которые подходят к вам с интервью. От репортеров. А давай поиграемся, поиграемся, сделаем вид, что как будто ты знаешь все про все мотоциклы и расскажешь нам немножко. А мы тебя представим как, собственно, организатор. Ваша задача продать этот байк? Да, это пластмассовая фигня. Спасибо, спасибо. То же самое. Ну, чем это отличается, друзья, пластмассовые фигни? Ну, этот белый, серебристый, наверное. Это белая пластмассовая фигня, это черная. Так, хорошо, пойдемте дальше. Это все знают, это трайк калаша. Ну, трайк калаша. Что, не понимаю? Трайк калаша же говорю. Все знают. Это ты что не знаешь? Мне кажется, никто не понимает. Ну, трайк калаша. Что это значит? Ну, это, калаш есть такой чувак. Вы тоже байкеры? У вас какая-то прям униформа прям? Мне кажется, у вас свой байкер есть. Работаю здесь. Вы работаете здесь? Да. Сделаем из вас байкера, давайте. Почувствовали себя байкером? Почти. После отвязных байкеров мы продолжаем нашу культурную программу и посещаем следующий музей, который называется Мурариум. Это музей кошек. Пойдем. Музей кошек, что это вообще? В нашей музее представлена самая большая в России арт-коллекция кошек. На пяти этажах располагается выставка и выше на высоте 24 метра находится смотровая площадка, где видно прекрасно город Зеленоградск, Балтийское море и часть Курской косы. Вот все гиды любят какую-нибудь такую скучную информацию, говорят, потому что их никто не слушает. Давайте какую-нибудь самую скучную информацию про музей кошек. Это бывшая водонапорная башня 1905 года постройки. Все. Вот теперь, когда полное ощущение, что ты находишься в музее, мы можем пойти дальше. Угу. Какие правила игры? Ну да, посмотреть. Какие правила игры? Можете объяснить? Да, ну прыгать надо кошкой, да? Это что вы сейчас взяли? Ну, время дополнительное, это очки, да. Близких рекордов. Извините, пожалуйста, сейчас мы чуть-чуть. Мне чуть-чуть еще. Извините, пожалуйста, мы поиграем сейчас. Спасибо. Все. Какой рекорд? 220. Все, мы вас поздравляем. Спасибо. Мы так тоже не хотим вам все показывать. Вы потом посмотрите этот выпуск, вам будет неинтересно, вы сюда не приедете. Поэтому вот именно этот этаж мы все закрасим. Ох, как красиво, ничего себе. Нет, 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 такая штука есть. Ничего, это надо обязательно посмотреть. Надо обязательно прийти это посмотреть. Тьфу-ху-ху, ничего себе классно, слушайте. Но такого я еще не видел, если честно. Мы находимся на вершине водонапорной башни, откуда открывается прекрасный вид на этот замечательный город. Готовы к этой красоте? Пойдемте. Слушайте, ну вы что-то делаете? Это называется аэрография, то есть мы наносим изображение на машину, и вот что у нас получается. Ты тот самый человек, который ходит по улице и всем рисует на машинах? Да, это я, подлец. Который пишет Обама Чмо, вот это вот все, на Берлин. Смешно. Знаете, почему мы вообще снимаемся в выпуске? Потому что нам всегда достается халява. Мы на халяву кушаем, на халяву ходим во все музеи, и вот сейчас мы не можем не попросить, что им тоже написать. Нажал, туда-сюда, тогда будет краска идти. Ага. Сейчас я начал понимать, что у нас очень длинное название проекта. Все, теперь у вас самая крутая машина стала, она подорожала примерно на 20 рублей. Ну я не продам никогда тебе. Пришли поиграть в боулинг, пойдемте прямо сейчас. Да, опять он, опять он, сейчас мы с ним пообщаемся. Во-первых, у меня вопрос, вот там написано Настя, Саша и Гриш, ты Гриш? Да, я Гриш. У нас есть трофей, который тебе очень дорог. Не-не-не, положи. Мы его нашли, давай на него сыграем. Посмотрим, на что ты готов. Нет. Нет, мы на него сыграем сейчас. Если страйк, то ты оставляешь себе эту штуку. Если не страйк, то мы ее забираем. Бросаем по-рокерски, вот так вот, да, давай. Оп. Все, не выбил, штука наша. Все, давай. Немножко проголодались и зашли вот на кухню, да, почему бы и нет. У нас проект называется ОК Гуревск. Вот нам нужно блюдо, которое вот мы могли бы вот с таким названием продавать потом по всем кафе. Все. Ну, как бы, ну, давайте. Да, вы очень долго сопротивлялись. В таких передачах, где что-то готовят, обычно какие-то истории рассказывают из жизни. Вы можете про свою жизнь просто рассказывать. Где вы учились? О, я училась в городе Светлом. На повара. Что, удивительно. Да. Нужно еще о чем-то говорить, да? Мы сейчас раскатываем тесто, тонкое. Получается у нас итальянская пицца. А как это вот вы определились, что она итальянская? Вы же просто... Тонкое тесто. Такое толстое тесто, это какая пицца? Ну, это тоже итальянская. Вот что-то добавили. Движуха, движуха. Соус красный. Так, ну, надо еще сверху, да? Она же должна отличаться от других пицц. Пока она такая, как и все. Она вот так вот, знаете, сейчас так вот в интернете модно было так вот один человек делать. Вот так вот, да. Кухонная аэрография. Вот она. Вы можете использовать меню, мы вам дарим. Это наш авторский проект. Уже готов. Ну, с каждым разом все сложнее и сложнее писать название. Когда-нибудь были такие вкусные десерты у вас? Никогда. Только с вами. Приготовить-то приготовили, но хотим уже такое независимое мнение. Подойдем прям к случайным посетителям кафе и попробуем наш десерт. Здравствуйте. Мы только что приготовили на кухне самый вкусный десерт. Называется ОК Гуриевск, как и наш проект. Поэтому мы хотели бы предложить вам его попробовать. И желательно после этого наигранно показать, что это был самый вкусный десерт в вашей жизни. Как вам? Чудесно. Это самый чудесный десерт, который я когда-либо кушала. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Олег. Я вообще приехал из Красноярска. И я приехал не просто так, с выставкой «Ангелы мира». А сегодня у нас будет еще выставка показываться в городе Зеленоградске. И так получилось, что это третий город, где мы празднуем день рождения вместе с жителями города и с ангелами. А вас кто-то подготовил к интервью? Просто на вас ничего не спросили? Нет, меня никто не подготовил. У меня просто написано «Человек мира». Поэтому ко мне подходит. Что нужно было делать, чтобы стать «Человеком мира»? Ну, чтобы было много подписчиков, лайков, комментариев. То есть в фейсбуке просто набирать «Олег, Ровда» и все. Там сразу видно, я стою, и у меня сзади крылышки такие ангельские. Ох. А сейчас можете их раскрыть, Олег? Ну, теоретически могу. Вот так вот. За находчивость, мне кажется, вы получили «Человека года». Вы так встали, типа, вот мои крылышки. Может быть. И поверили. Мы продолжаем экскурсию. Прямо сейчас мы пройдем в один из самых уникальных объектов. Это музей черепов и скелетов. Что это за музей? Зачем он нужен вообще? Это первый в России музей интерактивно-развлекательный, посвященный этой тематике. Как вот развлекательное и черепа, как они могут сочетаться? Это же очень весело. Например, череп-вертолет, череп-паук, различные инсталляции. Слушайте, а у вас дома очень много черепов? У нас у всех дома, мне кажется, есть свой скелет в шкафу. Кстати, про скелеты в шкафу у нас тоже имеется шкаф. Неожиданно. Это не его голос? Конечно же, его в скором времени. Мне кажется, в скором времени так его голос и будет звучать. Да, спасибо. О, а можно примерить такую вот штуку? Оп. Я только что ударил Путина. Это мой последний репортаж. Все, мне кажется, с таким видом, на таком вот байке, с таким пассажиром мы стали человеком года. Давай так общаться. Привет, как у тебя дела? Я так не могу долго стоять, но все нормально у вас. Ты чем занимаешься? Стрит-воркаут. Сам учишься, работаешь? Мне 15 лет, я только в 9 класс пошел. Тебе 15 лет? Да. Тебе не 15 лет, чувак. Мне 15 лет, недавно исполнилось. Тебе 45 лет. Посмотри, давай покажем тебе, покажи баночки свои. 15 лет. А что еще умеешь? Что-то умеешь там прыгать, что-то делать? Нет, сальтушки это не мое, сальтушки это к моему коре, это классно. Данил, это к нему. Данил. Видишь, он даже поспорится, он не может, что он так схватил своей сильной рукой. Да, потому что он мой друг. Какая-то любой может быть Данил, ты так схватишься, ты Данил, прыгай. Можешь что-нибудь показать, что-нибудь классное, что вы делаете? Конечно. Давай, давай, прямо сейчас, от Данила давай. О, а давай так же. Ну и еще один классный, судя по всему, объект от Парадокса, это Домик Ангелов. Что такое Домик Ангелов и что здесь вообще можно делать? У нас в Музее Домик Ангелов представлена арт-коллекция на двух этажах. Я не знаю, что сказать. Посетитель придет, чем-то спросит, не сможет. Ну, это посетителям, как бы я могу говорить, но на камеру я не... Там сейчас тысячи посетителей сидят. Может быть, ну, я не знаю, что говорить. Еще раз, типа, сначала начать? Да, сначала начать. Давайте, вот так вот я выйду, типа. Здравствуйте. Что здесь в этом Домике можно увидеть? У нас представлена арт-коллекция, представлены ангелы. Осмотр начинается с первого этажа, можно... Вы сказали пару слов, вы сказали больше даже. Давайте пару слов, давайте еще раз вы скажете пару слов. Здравствуйте. Добрый день. Мы находимся в Домике Ангелов. Совершенно верно. У нас представлена арт-коллекция ангелов на первом этаже и на втором. Спасибо. Вы прекрасный гид. Вот такой вот был насыщенный сегодня день, парадоксов день он назывался. Но хотелось бы немножко, конечно, слова благодарности сказать. Тань, можно у тебя на секунду? Без нее сегодня не было бы этого дня. Она была нашим персональным гидом, все время пряталась в кадре. Наверное, мои красные штаны вам надоели за сегодня. В конце что мы делаем? В конце мы приглашаем, конечно, всех. Конечно, дорогие друзья, мы будем рады видеть всех в нашем классично-развлекательном центре «Парадокс». У нас очень много развлечений для всех возрастов. Мы вам всегда рады, мы работаем каждый день, так что приезжайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА